Здравствуйте, господа и дамы! Вот мы и добрались до четвертого эпизода The Long Dark. А для полного понимания сути происходящего рекомендую посмотреть первые три эпизода. Ну а ежели вы не хотите смотреть предыдущие три выпуска, то сейчас я максимально кратко введу вас в курс дела. Уилл Маккензи и Астрид Гринвуд полетели на остров Великий Медведь. Там нужна кому-то помощь, но электроника в их самолете перестала работать, и они упали в каком-то неизвестном месте. Так уж вышло, что Уилл и Астрид разделились. У Уилла остался нужный для Астрид кейс, в котором находится что-то очень важное. В поисках Астрид Уилл наткнулся на город Милтон, где нашел подсказку, что ему нужно идти в город Неотступные Мельницы. Еще узнал о том, что автобус, который ехал в тюрьму Черный Камень, разбился, и заключенные выбрались на свободу и бродят теперь в округе. По пути к мельницам Уилл спасает от медведя охотника Джереми, но Джереми сильно ранен и не может теперь никуда идти. Поэтому он просит Маккензи сделать небольшой крюк по пути к городу и передать важное послание девушке по имени Этвуд. Послание состоит из одного слова Винтер Мьют, но у Маккензи не получилось доставить сообщение, потому что его огрел по голове какой-то чувак. Пока Уилл искал Астрид, она помогала людям, которые потерпели крушение на пассажирском самолете. После чего, пробираясь через старые шахты, вышла к месту, от которого могла продолжить свой путь к мельницам. Теперь вы худо-бедно шарите за три прошлых эпизода и можно спокойно смотреть это видео, но все же я буду немного отсылаться на прошлые эпизоды. Короче, не будем тянуть кота за одно известное место, занимайтесь стратегически лайтовое положение и погнали! The Long Dark, эпизод 4. И перед началом эпизода у меня есть небольшая просьба. Не забудь, пожалуйста, поставить свою честную оценку этому видео и написать комментарий. Это очень важно. В четвертом эпизоде мы возвращаемся к нашему красавцу Маккензи. Он очнулся и его по приказу Мэттиса тащат какие-то чуваки в какое-то неизвестное место. Чувак, который шандарахнул нас по голове, это и есть Мэттис. В общем, у этих двух дурней и Мэттиса есть какой-то план. Но вначале нужно вытащить Донера. Откуда, куда и кто это пока неизвестно. Чуть позже на нашу группу нападает стая волков и Маккензи благодаря этому получает шанс линять. Или получает шанс немножечко умереть от падения вниз со скалы. Тут уж как повезет, ведь более лучшего плана для побега он придумать не смог. Теперь только остается незаметно улизнуть у лесных гопников из-под носа. Пробираемся через скалы и подслушиваем их разговор. Мэттис предполагает, что Уилл это единственный способ покинуть остров. За этим его и тащат за собой. После разговора чувак выкинул сигарету, которую только что мать его прикурил. Ну кто так курит? Особенно в условиях ограничения всех ресурсов, а тем более таких вещей как сигареты, чтобы так разбрасываться ими. Ладно, хер с этими придурками, разрезаем веревку о пилу, которую кто-то так удачно оставил в пне. Освободившись от веревок, можно потихоньку выбираться из ущелья. Но Мэттис, который так удачно нас подождал, так не думает. И как шарахнет по башке, и усё, снова спать. А просыпаемся мы, к сожалению, не в пятизвездочном отеле, а в какой-то камере. В другой камере сидит мужик. Он услышал наши шорохи и подозвал к окну поговорить. Этого мужика зовут Франклин. Он был начальником тюрьмы Черный Камень. Это как раз та самая тюрьма, в которую везли всех заключенных. Он объясняет планы Мэттиса и его шайки. План заключается в освобождении Донера. Донер – это сын Мэттиса. Если Мэттис больной ублюдок, то Донер ещё хуже. И он сидит в особой клетке, из которой намного сложнее выбраться. Франклин предполагает, что если мы ещё тут, то мы нужны им живыми, чтобы чем-то помочь. Насчёт тюрьмы. Она построена с не очень-то внушительными стенами. А всё потому, что любой, кто надумает сбежать отсюда, будет проходить через 50 километров непроходимой местности, по которым бродят опасные животные. 20 лет назад двое заключённых всё же сбежали. Они вернулись через 3 дня полумёртвые и умоляли взять их обратно. При всём этом в этих местах была всего лишь середина лета. Так что только полный кретин надумал бы сбежать отсюда. По поводу Мэттиса. Его осудили за убийство на материке лет 10 назад. Отсидел всего 7 и вышел по УДО. Франклин в этот момент был начальником одной из федеральных тюрем. Ну и соответственно Мэттис недолюбливает Франклина. Мэттис бандит старой школы. Кражи, угоны и ограбления. Но Данон вообще-вообще злодей. Возвращаясь к вопросу, почему же мы всё ещё живы. Пару недель назад отключилось электричество. Некоторое время ещё работали запасные генераторы. Но потом заключённые вырвались и смяли охранников. Я так понимаю, это те самые тюрьмы, где условно говоря, по нажатию одной кнопки открываются все камеры. Иначе я объяснить не могу, почему заключённые вырвались. В общем, они взяли ключи от камеры-одиночки и пошли за донатом. Всё же по каким-то причинам камеру они открыть не смогли. Что-то удерживает дверь и Мэттиса это очень сильно бесит. С тех пор, как это всё произошло, Франклин не видел ни одного охранника. Он опасается самого худшего. Почему же, если нет электричества, то двери заперты? А всё просто, на них установлена механическая защита. Ну тогда непонятно, как вылезли заключённые. Ладно, сойдёмся на том, что я чего-то просто не понял. В любом случае, есть предположение о том, что кто-то мешает Мэттису выпустить его сына. Неожиданно пришёл сам Мэттис и его прохиндеи. Мэттис говорит, что от одного взгляда на Маккензи ему хочется убивать. Ну как может хотеться убивать при виде такой плюшечки? Ладно, я серьёзен. На самом деле Мэттис пришёл узнать, почему не открывается камера с Донателло. Франклин и сам не в курсях, почему так выходит. За что он и получает по лицу. Мэттис говорит, что кто-то копается в системе и не даёт выйти его сыну. И каждый раз, когда они почти открыли замок, на пути встаёт новое препятствие. И начинает жёстко избивать начальника. Да так жестоко, что теперь ему требуется медицинская помощь. А если не оказать её, то начальник может дать дубу. Помочь Франклину Мэттис поручает своим двум дурням. Как они это сделают, его не волнует. После чего мы из разговора этих двух балбесов узнаём о том, что Мэттис совсем с катушек слетел после аварии с автобусом. И начинают вспоминать события в Монреале. О побеге из тюрьмы. Мэттис продумывал план побега месяцами. План был успешен до тех пор, пока Мэттис и другие заключённые не вышли к главным воротам. Их должен был подобрать водитель, но он опоздал примерно на две минуты. Повсюду воют сирены. Тюремные охранники шли за ними по пятам. И вот уже все, когда кроме Мэттиса сели в фургон, Мэттис укричали, чтобы он быстрее садился. Но он просто стоял и смотрел на водителя. После он медленно подходит и достаёт из кабины водилу. И говорит спокойным, но грозным тоном «Уезжайте». А затем принялся выбивать дерьмо из того водилы. Все уехали, кроме Мэттиса. Ему было всё равно, что его снова схватят. Его больше волновала задержка фургона. Он очень не любит, когда план срывается. А сейчас накрывается его план по освобождению сына. В общем, это всего лишь вопрос времени, когда он снова психанёт. А сейчас нужно думать о том, как подлатать начальника. Тут есть недалеко медпункт. Но из двух олухов никто не хочет идти. Поэтому Маккензи предлагает свою кандидатуру. Короче, его отпускают. Да, вот так просто. Если подумать, то оправдать то, что Уилла выпустили, можно. Ведь кейс находится до сих пор у Мэттиса. И возможно, Маккензи нет смысла сбегать. Но всё же в начале попытка свалить уже была, хоть и не успешная. И чё это значит? А это значит, что откуда им знать, что Уиллу на этот кейс не похер. Он по своим утверждениям даже не знает, что там находится. Из чего бы вдруг ему помогать чуваку, которого он знает всего пару минут. Видимо, тут держится всё на доверии. Какая красота. Маккензи обманывать всё же не стал и попёр искать лекарства. Пошастаем по тюрьме и найдём окошко, через которое можно прошмыгнуть в медблог. И неожиданно зазвонил телефон. Алло. Алло. Да. Алло, блять. Пиздец. Алло. На самом деле нет. В трубке неизвестная женщина с очень похожим голосом, как у Молли. И спрашивает, кто мы вообще такие. Нам тоже интересно, а кто вы собственно сами. Говорим ей наше имя и она называет нас мистер Маккензи. Своё имя она пока что не говорит. Зато задаёт вопрос, работаем ли мы с этими говнюками. Ответ естественно отрицательный. Объясняем ей нашу ситуацию с начальником и что-то ей не особо верится в то, что заключённые могли просто так отпустить Уилла. Я ж говорил, это очень тупо. Даже сами персонажи замечают тупость того, что совершили эти два долб... Что совершили эти два дебила. И дальше чуть больше раскрывается тема о том, кто мешает открытию конуры с донором. Может эта женщина мешает, а может быть это и не она. В любом случае она не скажет эту информацию, потому что, а вдруг мистер Маккензи помогает заключённым. И сразу же она говорит, если бы не она, то этот ублюдок уже перестал бы сидеть в своей камере. Гениально, это выглядит примерно так. Я не буду тебе ничего говорить. Ладно, хорошо. Но сейчас я тебе всё расскажу. Ух, как расскажу. На этом разговор окончен. Теперь мы понимаем, что срывает планы Мэттиса вполне реальный человек. Убийство стрелами, телефонные звонки и чем-то похожий голос указывает на то, что это Молли. Может быть это она и есть? Дальше, возможно, мы об этом узнаем. Сейчас же надо думать о медикаментах. Находим записку, в которой указано о происшествии у подножья холма. Чувак должен был взять все запасы морфина и антибиотиков и доставить всё из пункта А в пункт Б. Но у него ничего не вышло. Наша задача разыскать этого чела и забрать всё нужное. Находим ракетницу, чтобы отпугивать неприятели и потопали за территорию тюряги. А прям недалеко от чёрного камня в одной из машин лежала пукалка помощнее, чем ракетница. Теперь хорошо вооружившись, с так себе мотивацией, можно идти в суровый лес суровыми условиями. Идти будем через бурю через ночь, отгоняя волчью стаю прочь. Хоть оружия дофига, нам всё равно придёт пиздать. В общем, находим нужные вещички и с боем прорываемся обратно в тюрьму. Уже на подходе к тюрьме нужно сныкать свои вещи, чтобы их не отобрали при осмотре. После схрона вещей нас осматривает один из некулюторных во всех смыслах чувак и пропускает нас внутрь. Лечим начальника. И кстати, этот парень мне кого-то напоминает. Да не, показалось, наверное. Франклин рассказывает о тюрьме. У одиночной камеры автономный замок. Он работает независимо от других. Мэттис и его дружки ещё не догадались, как его открыть. Но если они поймут и вытащат злодея донера, то тут будет полнейшая жопа. Будет большая трагедия для всех, кто находится на острове. В неудачах открытия замка обвиняют Франклина. Мэттис думает, что начальник активировал какой-то механизм. На самом деле это не так. Начальник и сам не в курсях, чё к чему и почему. У Маккензи есть предположение насчёт того, кто портит малину Мэттису. Уилл рассказывает о телефонном звонке, но его прервает неожиданно вернувшийся Мэттис. Франклин просит, что когда будешь говорить в следующий раз с тем человеком по телефону, то Маккензи должен делать всё, что ему скажут, потому что только благодаря ему мы всё ещё живы. А теперь шуруй в камеру, чтобы тебя не заметили. Мэттис проходит мимо камеры Уилла и открывает дверь. А его прихвостни в этот момент такие говорят, ой, а кто это сделал, непонятно. Мэттис хоть и редкостный кретин, но не дурак. Всю ситуацию он понял от а до я. И говорит, раз уж ты приносишь пользу, то будешь приносить пользу мне. В чём выгода исполнения всех приказов Мэттиса для Маккензи? А выгода в том, чтобы вернуть кейс. Задание заключается вот в чём. В тюрьме явно проблемы с электричеством. И наша задача отправиться на электростанцию и узнать в чём проблема. Задачи ясны. Карту дали, забираем наш схрон и отправляемся в путь. А в пути нас ждёт очередное столкновение с волками. До электростанции рукой подать. Поэтому отпугивая волков, я просто дошёл до неё и не стал тратить и без того небольшое количество патронов. Уже на станции нас ждёт следующий звонок. Это снова та девушка. Она знает о том, что бандюганы попросили нас сходить на электростанцию. Ещё назвала своё имя. Её зовут Джейс. Джейс понимает, что будет, если Донни расслабодится и всеми силами мешает ему выйти. Ибо он пойдёт в свой личный крестовый поход, чтобы замучить до смерти всех, кто остался жив на этом острове. И если мы поможем Джейс, то она расскажет нам, почему здесь происходят проблемы с электричеством. Сама же она очутилась рядом с чёрным камнем благодаря северному сиянию и из-за него её машина сломалась. Она долго блуждала и нашла забор, по которому дошла до вышки и забралась на неё. После чего услышала много выстрелов. Она переждала их и позже увидела много застреленных охранников. Их казнили заключённые. Затем она решила удерживать заключённых здесь, но откуда она знает о Доннире неизвестно. Вернёмся к просьбе Джейс. Даже без электричества можно освободить Доннира. Наша задача исправить эту ситуёвину так, чтобы они больше никогда не смогли его освободить. У Джейс есть чертежи этих мест и в тоннелях под камерой есть блокирующий механизм. Вот его-то как раз нам и нужно сломать и тогда двери превратятся в стены. Всё понятно, можно приступать к нашей диверсии. Спускаемся вниз и идём по тоннелям. Но так просто дальше не пройти, потому что двери заморожены. И нужно открыть клапаны, по которым пойдёт пар и растопит лёд. Отгадываем небольшую загадку с клапанами и проходим вперёд к месту, расположенным под одиночной камерой Доннира. Ломаем тут всё к чертям собачьим и можно возвращаться назад в тюрягу. Снова делаем схрон, снова нас обыскивают и снова возвращаемся в камеру. Тюрьма уже как дом родной. И в камере соседи приятные. Сижу за решёткой в темнице серой, скорблённый в неволе орёл. Молодой мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюёт под окном. Сообщаем Франклину о неудаче на электростанции и о разговоре с человеком, который мешает планам Мэттиса. Франклин сказал, что нужно этому человеку помогать и искать способы замедлить освобождение Доннира. И снова разговор прерывает приход Мэттиса. И оказывается, что его ребята исследовали старый участок тюрьмы и нашли один из рычагов, который мы ломали. Сам же Мэттис типа не догадывается, кто это сделал. Всё равно это уже не важно. Мэттис нашёл другой способ освободить сына. У него есть штука, которая открывает любую дверь. Называется динамит. Но у них нет детонатора, а это получается, что детонатор будем искать мы. А пока идут поиски, Мэттис поговорит с Франклином, так сказать, тет-а-тет. Естественно, такие разговоры не к добру. Делать нечего, идём к шахте. Проходим через мост, который ну совсем не вызывает подозрений, и заходим в шахту. Спускаемся на ручном лифте вниз и начинаем искать. Поиски детонатора усложнит газ, которым наполнены пещеры. Через него либо пробегать, либо отключать его специальными рычагами. Забираем вещь для бабах машины и на ручном лифте поднимаемся наверх. На выходе нам вновь позвонит Джейс. Рассказываем ей о планах Мэттиса, и она говорит, что у неё есть план Б. Но времени мало. Да и если дальше тянуть, то Этвуд рассердится. Оказывается, Джейс знает, кто это, и она специально поехала к Этвуд. Этвуд это её научный руководитель. Сама же Джейс аспирантка астрофизики. И так уж получилось, что в этой части медведя самые подходящие зоны без окклюзии, где можно использовать специальные инструменты для исследований. Прерываем Джейс и говорим, что нам как бы тоже надо увидеть Этвуд. На вопрос, зачем, Маккенди сказал, что это долгая история. Хорошо, показываю только один раз. По пути к мельницам Уилл спасает от медведя охотника Джереми. Но Джереми сильно ранен и не может теперь никуда идти. Поэтому он просит Маккенди сделать небольшой крюк по пути к городу и передать важное послание девушке по имени Этвуд. Послание состоит из одного слова Винтер Мью. Не так-то уж и долго, правда? Но это уже не особо важно. Ладно, оставим это. Джейс нужно, чтобы никто из заключенных не смогли найти Этвуд. Ведь если они ее найдут, то найдут и старый правительственный объект, где она находится. На этом объекте куча различных запасов. И от такой базы Мэттис и все остальные точно не откажутся. Касаясь темы о том, что здесь вообще происходит с сиянием и электричеством. Джейс как астрофизик говорит, что все хреново. Объект, о котором говорится, защищен от электромагнитной радиации. И есть вероятность, что телескоп не пострадал. Получается, объект очень важен и его надо защитить. У Джейс есть план. Какой именно план, она не сказала. Нам же в свою очередь нужно выиграть для нее время. После выхода из шахты на улице было северное сияние. Ну и как всегда электричество появилось. По возвращению на зону делаем снова схрон и идем отдавать детонатор. Перед взрывом стены Мэттис сказал, что вначале мы с тобой побеседуем. Как именно он с нами побеседует, думаю вы уже догадались. Мэттис говорит о том, что мы все врем. И насчет Кейса, мол, мы ничего о нем не знаем. И о том, что именно мы мешаем выпустить Донера. И его это не на шутку злит. А когда на Франклина чуть надавили, то он раскололся и рассказал, что мы не в одиночку все это проворачивали. Все это время мы жили только из-за надежд Мэттиса на то, что Маккензи сможет увезти всех отсюда. Но теперь Мэттис понял, они могут жить тут как короли. Мол, там нас ждет всего лишь огонь и холод. В общем, старый мир. Теперь его банда будет править великим медведем. Конечно, здесь тебя явно ждут более лучшие условия, чем в той же Канаде, например. И в самый последний момент, перед тем, как мы получили бы по роже, происходит нехилый взрыв. Выбираемся из камеры и видим стоящего в ахере Мэттиса. Ему сообщают, что детонаторы сработали слишком рано. Мэттис уже хотел наброситься на Маккензи, но его прерывает Джейс. Пиздеть не мешки ворочать, а я пошел кейс искать. Пробираемся через дым и идем в кабинет к начальнику забирать кейс. В кабинете позвонила Джейс и сказала, куда нам дальше двигать, чтобы выбраться и где будет наше дальнейшее место встречи. Вновь проходим через старые туннели, где мы уже были, только в другую сторону и выходим к электростанции. Внутри нее мы в первый раз видим Джейс. Она объяснила, как следила за всем движником в тюряге. И благодаря северному сиянию она смогла взломать видеокамеры и наблюдать за всем происходящим. На этом ее план закончился. Дальше нужно найти Эдвуд. Но раз уж мы вставляли палки в колеса Мэттису, теперь и он решил нам вставить их. Бестолочь Мэттис не учится на своих ошибках. Вместо того, чтобы снести башку Маккензи, тот принялся трындеть. То есть еще в тюрьме он был готов порвать нас на куски. И по моей логике, сейчас он должен был достигнуть максимального пика своей злости. Но все же он снова тянет и тянет момент своей расправы. До завязки драки Мэттису сообщают, что Донер серьезно ранен. Я думал Маккензи снова оставят в живых для помощи, но Мэттису уже было похер. Дальше завязалась драка. Мэттис чуть не отмудохал Маккензи, но его снова прерывает один из прихвостней. Там Донер как бы умирает и ему нужна помощь. Мэттису теперь только нужно убить Мака и Джейс. И на самом деле, если рассматривать момент с опозданием фургона и этот момент, то все вроде сходится. Тогда ему уже было все равно и сейчас ему наплевать на своего собственного сына. Но еще точно сходится то, что Мэттис полный затупок. И тут очень подойдет вот эта вставка. Дядя, ты идиот. Типичная киношная ошибка. Не надо ничего объяснять. Вас хлебом не корми, дай выговориться. Если бы ты сразу выстрелил, твоя бы взяла. Но нет, ты же типичный мерзавец. Тупой. Праведливости ради, Мэттис дерется один. А все остальные стоят и смотрят. Но Джейс ударила его в крысу. И выбила время на то, чтобы слинять водосток. Получается, у тюремных говнюков есть хоть какая-то частичка чести. А мы выходят крысы. Нам очень повезло, что течение выбило нас на берег. Мэттиса остановить не получилось. И теперь я на 100% уверен, он будет для нас большой проблемой. На этом четвертый эпизод для Уилла и Джейс закончился. Но далее нам показывают одиноко плывущую лодку, которая подплыла к пристани. Лодку встречают два мужика. Они говорят, еще один приплыл. В этот раз не утопленник. А это значит, что это не нарушитель карантина. Позже приходит женщина посмотреть, кто там приплыл. И узнает Астрид. И говорит фразу. Ты обещала прийти, и вот ты здесь. Видимо, этим людям и нужна была помощь. И похоже, с этой женщиной Астрид общалась по телефону. Значит, до неотступных мельниц мы все-таки добрались. И тут идет карантин. Но добрались без кейса и лекарства для этих людей. На этом четвертый эпизод закончился. И, к сожалению, пятый эпизод, скорее всего, выйдет только в конце 2023. Поэтому перейдем пока что на что-нибудь другое. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Всем спасибо за просмотр. И до скорой встречи.